Древнеегипетское кладбище животных, собака-археолог, останки римской жертвы распятия, мумии с золотыми языками, сакральные древние артефакты майя и многое другое вас ждет в этом видео. Смотрите видео до конца, вам точно понравится. Привет друг, ты на канале Киртоп. Собака-археолог Собака по кличке Масса стала известна на весь мир. Владелец питомца отправился на обычную прогулку, которая обернулась уникальной находкой глиняного горшка. Даже на первый взгляд, с археологической точки зрения, он мог представлять немалое значение для населения Чехии. Емкость оказалась полна монет. Несмотря на то, что горшочек пропал без вести порядка 100 лет назад, было очень интересно, кто же все-таки его владелец. До недавнего времени в Чехии, в городе Всетинзлинского района, вместе со своим владельцем проживала самая обычная собака по кличке Масса. Она, как и все остальные подобные парочки, прогуливалась по паркам, аллеям, заходили в лесистую местность. В один из таких, казалось бы, непримечательных дней, очередной выгул стал сенсацией мирового масштаба. Домашний питомец отыскал глиняный горшочек с монетками. Естественно, керамику владелец собаки передал администрации, руководящую Валашским областным музеем. Однако, прежде чем скрыть этот тайник, приняли решение перевести его в Валашскую Могилевскую больницу с целью диагностики на аппарате томографии. В результате проведенной экспертизы установили то, что внутри урны размещено 374 монеты, пражские гроши из серебра, датируемые 14 веком. Специалистам нужно будет провести немалое количество экспертиз, которые помогут установить точную дату чеканки, состав материала, способ производства. Как только будет получена вся исчерпывающая информация, клад разместят в выставочных залах музея. Древнеегипетское кладбище домашних животных Во время раскопок возле знаменитого Древнеегипетского портового города Беренис было обнаружено загадочное кладбище животных, датируемое первым веком н.э. Оно возникло в дюнах к северо-западу от важного древнего порта Беренис на Красноморе, из которого видно вдалеке судно, прибывающее из Восточной Африки, Европы и Индии. Ученые изучили 90% из почти 600 захоронений кошек, собак и макак, некоторые из которых были привезены из-за пределов Африки. Некоторые характеристики делают это открытие уникальным и загадочным. Во-первых, ни одно из животных не было мумифицировано, как в других археологических памятниках. Здесь также было большое разнообразие видов и погребальных обрядов. Также, в отличие от других захоронений, среди зверей не было людей. В то время как животные, очевидно, занимали особое место в их обществе, думать о них так, как мы думаем о домашних животных сегодня, может быть не совсем правильно. Эти животные-компаньоны, вероятно, играли более утилитарную роль, чем современные сбалованные домашние животные. Тем не менее, после смерти с животными обращались хорошо. Их сопровождают ремесленные изделия, такие как глиняная посуда, которая, как считается, их защищала. И у существ также есть украшения, такие как ожерелье из бисера, из камня, стекла, фаянса и ракушек. Все они были обнаружены в положении сна. Другие эксперты заявляют, что эта находка действительно является чем-то новым. Это нечто совершенно иное, чем то, что мы видим в других местах, говорит Беа де Купере, археолог из Королевского Бельгийского института естественных наук Брюсселя, которая не участвовала в проекте. Согласно ее исследованиям, корабли, которые заходили и уходили в эти порты, обычно имели на борту кошек для борьбы с вредителями, что позволяет предположить, что это могли быть частично рабочие животные. Следы пчелиного воска в древних африканских горшках Мед был первым подсластителем, используемым человечеством. И благодаря новому открытию у нас теперь есть доказательства того, что древние люди в Африке к югу от Сахары ели его еще 3500 лет назад. Археологи из университета Гетте во Франкфурте и химики из Бристольского университета в Англии обнаружили следы пчелиного воска во фрагментах керамики культуры ног в Центральной Нигерии, которые сейчас являются самым ранним прямым свидетельством сбора меда на континенте. Культура ног, известная своими изысканными терракотовыми скульптурами, существовала примерно с 1500 года до нашей эры, до начала нашей эры. Керамика – один из лучших способов узнать о народе ног и его питании, поскольку почва в этом регионе настолько кислотная, что кости и другие органические остатки обычно не сохраняются. Это замечательный пример того, как биомолекулярная информация, извлеченная из доисторической глиняной посуды в сочетании с этнографическими данными, предоставила первое понимание древней охоты за медом в Западной Африке 3500 лет назад. В ходе исследования был проведен молекулярный анализ остатков пищи на глиняных горшках. Этот метод включает измельчение небольших кусочков керамики, найденных на археологических раскопках, и химическое извлечение липидов, жиров, масел и восков из природного мира, что позволяет получить биомолекулярный отпечаток того, какие продукты были приготовлены в горшках. Используя газовую хроматографию, химики смогли обнаружить стабильные химические соединения, такие как жирные кислоты, которые выделялись пищей и продуктами животного происхождения и сохранялись в порах стенок сосудов на протяжении тысячелетий. И хотя никто не ожидал найти пчелиный воск, он был на одной трети протестированной посуды. Ранее свидетельство доисторического использования меда ограничивалось петроглифами на нескольких континентах, включая изображения пчел и продуктов пчеловодства, датируемые периодом от 8 тысяч до 40 тысяч лет назад. Египетские рельефы, в частности, предполагают практику пчеловодства еще в 2600 году до нашей эры. Люди Нока могли использовать сосуды для нагрева пчелиного воска, чтобы отделить его от меда. С другой стороны, сами горшки могли использоваться как ульи, практика, используемая в Африке по сей день. Или они могли использоваться для приготовления напитков на основе меда, таких как пиво или вино, или для консервирования мясных продуктов. Египтяне пили густое пиво Новое исследование показывает, что около 5800 лет назад древнеегипетская элита пила густое вино, похожее на кашу. Ученые проанализировали фрагменты глиняной посуды, найденной в Иеранкополисе, древнем городе и нынешнем месте археологических раскопок на юге Египта. Они обнаружили остатки пива в пяти сосудах соломенного цвета с плоским дном. Вероятно, их использовали как нынешние пивные кеги. В четырех сосудах из тонкой глины в форме стаканов также нашли остатки пива. Предположительно, их использовали для питья и сервировки. Как отмечают исследователи, пиво в то время было символом статуса и власти, важным в элитных пиршествах и погребальных ритуалах. В своей работе Зянь Зинь Ван, археолог из Дармудского университета в Югемшире, и его коллеги использовали метод анализа остатков микрофассилий. Его провели на 33 фрагментах керамических сосудов. Каждый из них датируется периодом между 3800 и 3600 годами до н.э. Примерно за 600 лет до времен правления первого египетского фараона. Используя свой метод, исследователи обнаружили гранулы крахмала, дрожжевые клетки и небольшое количество фитолитов, крохотных структур в тканях растений, которые остаются даже после разложения остальной части растения. Они также нашли кристаллы пивных камней, также известных как оксалат кальция. Это разновидность накипи, которая образуется в результате химических реакций, из которой сражаются нынешние пивовары. Растительный материал в остатке предполагает, что пивное сусло профильтровает для удаления шелухи из лаков. Проанализировав найденные следы напитка, исследователи обнаружили, что оно представляет собой густую кашу, мутное, сладко варивое из пшеницы, ячменя и травы с низким содержанием алкоголя. К настоящему времени в Иеронкополисе обнаружили более десятка древних пивоварин, способных производить от 390 до 1000 литров пива за раз. В ранний династический период пивовары, возможно, добавляли бобовые клубни в качестве крахмалистых добавок, чтобы увеличить сбраживаемый сахар. Таким образом, пиво становилось смесью из нескольких ингредиентов. Археологи обнаружили ужасающую реликвию. Возможно, Британия находилась на окраине Древней Римской империи, но даже там казни были ужасным зрелищем. Археологи даже считают, что львов иногда использовали для убийства напуганных пленников, и теперь у них есть артефакт, который служит этому доказательством. Во время раскопок 2016 года на месте римского дома, проведенных Лестерским университетом, ученые обнаружили резную бронзовую ручку для ключа, изображающую человека, вступившего в схватку со свирепым львом перед четырьмя обнаженными и напуганными юношами. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Британия, сцена предполагает публичную казнь. Находка названа ручкой ключа Фриарис Хаузвей в честь места, где она была найдена, и она подчеркивает жестокий характер римской власти в этой провинции. По римскому праву преступники и военнопленные могли быть брошены диким зверям. Такие сцены хорошо задокументированы в Колизее в Риме. Но это первое свидетельство того, что практика использования экзотических животных для убийства заключенных как форма общественного развлечения распространилась до Британии. По данным London Times, Рим получил львов из Месопотамии и Северной Африки, доставляя их в удаленные уголки империи на речных судах и повозках. Это было немного хуже, чем быть приговоренным к рудникам. А это еще один способ, которым заключенные часто встречали свой конец. Художница сделала татуировку как мумия ледяного человека Когда тату-салон является идеальным местом для проведения выставки современного искусства. В фильме представлен почти десятилетний проект Николь Уилсон-Отзи, в котором она повторила 61 татуировку, найденную на одноименной мумии возрастом более 5000 лет. Она использовала свою собственную кровь вместо чернил и задокументировала процесс заживления, фотографируя, как пятна медленно исчезают. Археологи обнаружили отцы ледяного человека в 1991 году в Эдстальских Альпах на итальянско-австрийской границе. Он умер примерно в 3230 году до н.э., вероятно, убит. Но его тело было удивительно неповрежденным. Это самая старая мумия естественного происхождения, когда-либо найденная в Европе. 33-летняя художница вспоминает, как узнал об Эдсе в детстве вскоре после его открытия и подвергала сомнению утверждения своих учителей о том, что ледяной человек был ее предком. Става взрослой, она была очарована его загадочными татуировками, 15 группами из 61 линии, которые отмечают различные части его тела. Доисторический татуировщик Эдси вместо чернил втирал измельченный уголь в порезы на коже. Сами татуировки очень интересны. Ученые думают, что они могут иметь значение иглоукалывания, но на самом деле мы этого не знаем. Мы не можем спросить, что значили для этого человека линии, тире и хеши. Идея произвести эти знаки стала для художницы целью всей жизни. Впервые она сделала татуировки Эдси в 2012 году, попросив друга татуировщика. Уилсон использовала кровь, потому что хотела буквально поглотить следы древней мумии. Затем в 2015 году специалисты, использующие мультиспектральные фотографические изображения, обнаружили еще две татуировки на теле Отси. Уилсон решила начать все сначала, на этот раз воспользовавшись тату-салоном. На протяжении нескольких лет она документировала процесс нанесения тату и то, как они исчезали с ее тела. Все это она смонтировала в фильм и выставила его на продажу. Останки римской жертвы распятия Археологи в Кембридж и в Великобритании обнаружили, возможно, лучше всего сохранившееся физическое свидетельство распятия. Скелет возрастом 1900 лет с двухдюймовым железным гвоздем, вбитым в пятку. Римляне использовали распятие для казни. Таким способом было убито от 100 до 150 тысяч человек до того, как император Константин объявил эту практику вне закона в 337 году н.э. после обращения в христианство. Считается, что распятие, как особенно длительное и ужасное средство смертной казни, предназначалось для порабощенных людей и врагов государства. Большинство жертв, вероятно, были закреплены веревкой, а не гвоздями, и, вероятно, не были официально захоронены, что затрудняет поиск физических доказательств их причины смерти. Умерший найден в Финстентоне должен был быть мужчиной в возрасте от 25 до 35 лет. Его ступня была прибита гвоздями, чтобы он не корчился в последние минуты жизни, в то время как имеющиеся у него травмы ног, предполагая, что до смерти его держали в рабстве и сковали в кандалах. Строители в Иерусалиме нашли еще одно тело с гвоздем в 1968 году, но тело не было целым, поэтому в археологическом мире оно не являлось свидетельством распятия. По сути, это первый раз, когда археологи обнаружили вещественные доказательства такой казни во время археологических раскопок. Мягкие ткани аммонита возрастом 165 миллионов лет Британские исследователи использовали новейшие технологии трехмерной визуализации для анализа мышц и органов хорошо сохранившегося ископаемого аммонита, который жил 165 миллионов лет назад. Аммониты – вымершие примерно 66 миллионов лет назад головоногие моллюски, от которых осталось множество твердых оболочек. До сих пор ученые получали сведения об этих исчезнувших существах в основном по оболочкам, так как мягкие ткани обычно не хранятся миллионы лет, но бывают исключения. В 1998 году в Глостершире обнаружили исключительно хорошо сохранившегося аммонита, которого ученые не стали сразу же разрезать на части, боясь повредить его внутреннюю структуру. Спустя 20 лет, когда появились новые технологии визуализации, исследователи все же смогли заглянуть под раковину древнего существа. Нам удалось объединить трентгеновские снимки с данными нейтронной визуализации, что позволило создать детальную трехмерную модель внутренности аммонита. Модель позволяет изучать мышцы и внутренние органы существа, что просто невероятно. Теперь благодаря анализу структуры мышц мы знаем, как плавали аммониты. Они выталкивали воду из камер раковины, создавая реактивное движение. Дом позднего железного века в Норвегии Огромный дом длиной около 60 метров позднего железного века был обнаружен в Норвегии недалеко от того места, где в 2018 году нашли корабль эпохи викингов. Это одна из крупнейших подобных структур, когда-либо обнаруженных в Скандинавии. И она входит в число нескольких других построек, на которые археологи наткнулись в районе, который, по их мнению, был центральным местом в позднем скандинавском железном веке около полутора тысяч лет назад. Длинные и узкие здания были обнаружены в Гелестаде к 86-му километру к юго-востоку от Остла с помощью георадара. Помимо 60-метрового дома, исследователи также обнаружили четыре других здания примерно 15-30 метров в длину и 13 метров в ширину. Ученые отмечают, что они прилагают все усилия, чтобы выяснить, насколько важным был Гелестад в переезд железного века, и новые открытия этому помогают. Пока предполагается, что местность использовалась с пятого века нашей эры, до примерно 1050 года нашей эры. Этой осенью археологи изучили с помощью георадара порядка 40 гектаров территории рядом с тем местом, где ранее был обнаружен корабль викингов. Это обследование является первой частью исследовательского проекта, в рамках которого археологи, историки и специалисты по эпохе викингов изучают развитие региона. В близлежащих полях ученые нашли несколько распаханных курганов, и хотя в их обнаружении ничего удивительного нет, поскольку ранее подобные курганы уже находили, тем не менее это позволяет получить более полное представление о Гелестаде и его окрестностях. Ученые поясняют, что, надеясь, в ближайшие годы лучше понять взаимосвязь между кораблем, зданиями и возвышением центральных мест. Сакральные древние артефакты Майя Специалисты Национального института антропологии и истории изучили труднодоступную пещеру Чемуил, расположенную на территории мексиканского штата Кентано-Роо, и обнаружили внутри нее редкие сакральные артефакты исчезнувшей цивилизации Майя. Ученые считают, что пещера Чемуил была священным местом для Майя. Как и другие пещеры, это природное образование ассоциировалось у людей древней цивилизации с вратами в подземный мир, где, как считали индейцы, обитают божества. Следы ритуальной деятельности Майя обнаружились в пещере при проведении спасательных работ. Затем на месте побывали мексиканские археологи, которые нашли здесь сразу несколько артефактов Майя. Датирование показало, что предметы были изготовлены вперед с 1200 по 1550 год н.э. Археологи нашли фрагменты ритуальных сосудов, которые были расположены в естественных подземных нишах. Предполагается, что Майя собирали с помощью таких сосудов пещерную воду, которую затем использовали при проведении сакральных церемоний. Такая вода считается особенно чистой, даже священной. Кроме того, обнаружили чашу, которая использовалась для жертвенных подношений божествам. Две древние мумии с золотыми языками В Верхнем Египте археологи раскопали две гробницы с человеческими останками. Языки умерших были сделаны из золота. Раскопки производились испанской археологической миссией из Барселонского университета на археологическом памятнике Эль-Банаса. У входа в первую гробницу члены команды обнаружили два человеческих тела с золотыми языками, а внутри был расположен большой саркофаг из известняка с крышкой в форме женской фигуры. Исследования показали, что гробница была открыта еще в древности и разграблена. Вторая гробница, расположенная рядом с первой, не тронута и полностью запечатана. В ней находился известняковый саркофаг, канопы и коллекция из четырех-двух статуэток у Шетби из зеленого фаянса, амулетов и буст. Археологи полагают, что памятник может содержать и другие находки и намерены продолжать исследования. Раскопки в Эль-Банасе ведутся с 1992 года. Некогда этот город был столицей 19-го Нома Верхнего Египта. Он известен благодаря коллекции папирусов с письменами на греческом языке. Оцените это видео своим пальцем вверх. Благодаря вашим добрым комментариям наш канал растет и помогает большему количеству людей узнавать о древнем мире. Спасибо за ваши просмотры. Всем пока!